Всем привет! Сегодня я еду в старинную заброшенную деревню. Конечно, печально учусь русской деревни. Только за последние 20 лет страна лишилась более 20 тысяч сел и деревень. Кругом, конечно, запустение. Тяжело пережить разруху деревни. Человек должен жить на природе. Что без малой родины нет большой. И что родом все из деревни. Я часто вспоминаю детство. Перезвоны веселых сенокосов, родная речка, походы по грибы и по ягоды, колокольный звон. Какой красивый рассвет! На Красной площади в Москве нужно поставить памятник деревне. Деревня заслужила самого уважительного, самого внимательного отношения к себе. Ведь она кормила и защищала страну. Приехала я на машине. Вот такие окрестности. Иду я в старинную заброшенную деревню. Идти мне до нее 2 километра. Вот идет дорога, по которой мне идти. По ней ездят охотники, грибники и ягодники. Деревня заброшена. Никто в ней не живет. Сколько домов там сохранилось, я не знаю. Когда приду, все на месте увидим. Выпал снежок, сейчас середина ноября. На улице минус 5 градусов мороза. Погода замечательная. Почему бы и не прогуляться? Какая красота в зимнем лесу! Всем приятного просмотра! Вот пришла я в заброшенную деревню. Вот идет дорога посередине деревни. Справа и слева стоят дома. Где-то более-менее ничего. Где уже на бок покосились. Находится эта деревня в Ярославской губернии Углического района. Основана она в середине 19 века. Сейчас посмотрим, что в домах интересного осталось от быта жителей. Вот такой красивый дом с наличниками. Снежок. Но на улице так классно. Где-то минус 2 градуса мороза. Воздух какой чистый-чистый. Так прям дышится легко. Вот такой домик бревенчатый в три окна. На одном окне только наличники. Посмотрите, какая красавица светелка вся резная. В три окна. Ну, похоже, он совсем разрушенный дом. Посмотрим сейчас. А когда-то здесь жили люди. Работали. Сеяли поля. Держали скотину. Кипела жизнь в деревне. А сейчас, конечно, жаль. Все заброшено. И никому не нужно. Дома, конечно, заросли. Все травой и кустарником. Жаль, что умирают деревни. Даже и вход-то не знаю где. В такой дом и заходить-то опасно. Сарай пристроен. Пробралась я в дом. Это сарай. Посмотрите, какие бревна. Ну, а здесь что-то полная разруха. Все упало. Чердак тоже. Дранкой покрыта крыша. Так в старину делали. И доски на чердаке. Ну, пойдемте в следующий. Помните, в бутылках такие молоко было и кефир. Я помню в моем детстве. Вот следующий дом. Крыльцо все уже упало. Все заросло травой. Никому ничего не надо. Но еще все под крышей. Сарай. Дом уже вроде как обваливается. Как сделано окошко. А вверху голуби. Дом был обшит досками. Видно вам? Лампа керосиновая стоит. Не открыть. Все замерзло. Да, тут и в дом-то не поднимешься. Все упало. Двойные двери были. Лестницы нет. Поднялась я наверх. Вот дверь. Вход. Смотрите, какие лестницы. Вход. Там комнаты, наверное, были. А может, чулан. Вот тоже. Или скот держали. Или инвентарь по хозяйству. Окошки. Жалко, что темно. Красивый стоит старинный буфет. Горка. С ручками латонными. Внутри, смотрите, фотография жильцов этого дома. Красивый шкаф. Чистое дерево. Ящиков уже внизу нет. Какой бревнок. Как будто только поставили. Дверь открыта. Дверь открыта. А, вот здесь еще лестница спускаться вниз. На двор. И вверху, и внизу. Ну, а здесь все упало. Подпол. Чердак тоже рухнул. Печка русская старинная. Даже страшно туда идти. Кринки. Там вдалеке лежат. Ну, не пойдем тоже в этот дом. Да. Полная разруха. Даже показать нечего. Вот здесь книга. Лежит. Выйдем на свет. Методика пунктуации связей с изучением синтакса. 1964 год. Оставим ее здесь. Книжечку. Вот такой дом заброшенный. Еще забор даже стоит. За рост травой. Вот там крыльцо. Колодец, наверное, был, крышка. Вот это крыжовник растет. Дом по переду. Четыре окна. И стекла даже целые. Вот такая крыша. Смотрите, какие узоры. Дома какие красивые. Сразу нас встречает старинный диван. Смотрите. Ой, замерзло что-то железное. Современные картинки. Ежик. А это из-под новогодних подарков. Это что-то такое было. Даже не знаю. Игрушки детские лежат. Тоже из-под подарков. Зеркальце висит. А это что такое интересное? Что такое тяжелое? А вот видите, что-то самодельное. Какой-то ящик был. Интересный. Это узнаете? Соломка. Жар птица. Плафон. Целый. Да, пол-то здесь упал. Куклы лежат. Глаза открываются и закрываются. Вязаных платьях. Так, здесь надо аккуратно. Здесь линолеум. Может быть и скользко. Вот дверь. Ух ты! А здесь-то все рухнуло. Чердак. И на голову может упасть. Ну, здесь с краешку войти можно. Шифонер стоит. Крыша уже сгнила. Вон даже там далеке. Плафон от люстры не разбился еще. На столе нас фотографии встречает жильцов этого дома. Смотрите, какие. Смотрите, мне нравится фотография. Дедушка с гармошкой. Ну-ка, фонарик выключим. Может так снимет камера. Да. Мужичок с гармошкой. Поиграй немножко. Поиграй немножко от души. Красный угол. Иконки стоят. Какой военный. Это вот старинная фотография. Даже календарика нет. Посмотрите, в каком году был заброшен этот дом. Ну, а дальше все упало, не пойдем. Потомки этих людей, живущих здесь, уехали, конечно, в большой город. Там и закрепились. Впрочем, здесь им делать нечего. Это же глухая деревня. И совсем заброшено. Теперь дом пустеет потихоньку. И будет разрушаться. А на улице снежок. Жаль, что так все происходит. В нашей стране. А это, похоже, чемодан. Спотифон был. Да. То есть, это приемник был. Радиола. Приемник радиола. Полочки. Шкафчики. Сейчас вот туда пройду. Вот такая комната. Ковры висят. Там тоже красный угол. Иконки. Здесь ковры. А наверху картины. Газетами все обклеено было. А потом обоями. Вот тут такую картинку с чебурашками выжигал. А здесь тоже фотографии. Везде вырезки висят. Везде вырезки висят. Как картины, сделанные из журналов. Или плакатов. Человек, наверное, увлекался машинами старинными. Даже шубы. Все мы посмотрели. А здесь тоже соломенное висит такое большое панно. Идем на выход в другой дом. Шкаф с банками. Все везде уже разбросано. Мы покидаем этот пустынный дом, наполненный чьими-то воспоминаниями и мечтами. Вот другой дом. Желтенький. Зарос в яблоньках. Сейчас я к нему подойду, зайду. И посмотрим, как здесь. В этом доме люди жили. Вот такие красивые наличники на окнах стоят. Белоснежные. Вот такой добротный сарай. Такой стол красивый. С резными ножками. Стиральная доска. Скамейка. Подклет. Под домом был. А там огромный сундук. Вход-дом. Везде пластиковые бутылки лежат. Посуда перевернутая. Тарелки. С золотистым ободком. А это с птичками. Ой, шумлю я как. А вот керамика. Крышка. Или что это, даже не знаю. И там. Тарелочки лежат. Что-то такое интересное. Какая-то штучка интересная. С узорами. Может горчицу клали. В шкафу ничего нет. Ручка деревянная. Здесь тоже стол. Какая чашечка маленькая с цветочком. Здесь даже выложена керамической плиткой. Корзинка. Классная в такое. Ягоды собирать. Диван стоит. Люстры висят. Шифонер. Времен СССР. А вот и календарь висит. В 2007 году покинули этот дом. В шифонере, наверное, вещи висят. Кукла. И глаз нету. Ужас какой. Ну и здесь тоже вещи. Везде вещи лежат. Никому не нужные. Это какая-то темная комната. И вход на чердак. Так, на чердак сходим. Посмотрим, что там у нас на чердаке. Эта веранда. Сколько обуви лежит. И мебель. В фоне висят красивые абажуры. Такой абажур. А тут, ух ты, рухнула. Ухват. Чугуньки в печку ставили. Полки уже упали. А это вот глиняное молоко топили. Кашу делали. Чугунок. Тоже вещи. Тоже вещи. Чугунки висит. Байдарочник плывет. Даже шторы висят. А здесь какое панно. Висит красивое. И ковер. Раньше такие часто везде вешали. На стене. Скатерть. Так, мы идем на чердак. Пошла я на чердак. А здесь у видео книги лежат. Опасное лето. 1991 год. Татьяна Полякова. Сестрички Непромах. 1990 год. Между нами девочками. Первая любовь. Тетрадки. А это что такое? От гадкого утенка до настоящей леди. Да. Это как леди стать. Диски. Романтик. Коллекцион. Ну ладно. Тогда пошли теперь на чердак. Лисенька на чердак. Крыша тоже дранкой покрыта. Над двором. И над домом. Капкан. Это похоже. Вот это вот. Это гребень от прялки. Сюда надевали шерсть и пряли нить. Только дна не вижу. Кринка. Разбитая. А это, наверное, керосиновая лампа была. Карманы. Вот еще прялка. Как бы вам ее снять? Целая. С гребнем и донцем. Тоже кринка. Бутылки. Чекушки. На дне буквы изготовителя завода. Думаю, времен СССР эта бутылка. Все в бутылка. В карманах нет ничего. А здесь это что такое? Подсумок охотничий. Для патронов. Думаю, наверное, охотник здесь жил. Кожаный. Охотился на кабанов. Лосей и зайцев. Вот такой вот. Сколько здесь рамок лежит. Картины держали, а потом рамки все на чердак. Кринки битые. Вот такая красивая рамка. Узорчатая. Надо взять эту рамку. Панно сделать из конины. Что находим мы с металлоискателем. Да, интересный чердачок. А это целая интересная кринка. Да, целая. Стекла. Стекла. Ну, это вот рамки. Видите, труба рухнула. Дом топить нельзя. Дом топить нельзя. На второй половине чердака нашла я такую красоту. Пузырек старинный красавец, но без надписей. А это вообще шендевр. Лампадка зеленая. А на ней святые на стекле. Богородица и святой какой-то. Может, Иисус Христос? Стекло какое красивое. Я таких еще не видела и не находила. Лампаду вешали в красный угол в доме перед божницей. Вот это пробка для графина. Еще рамки. А это вот подстаканник под лампаду. Металлический. С узором. Пойдемте в следующий дом. Так что все мы посмотрели. Лампаду вешали перед иконой или перед иконами в красном углу и зажигали. Здесь пруд и полный даже. А рядом с ним старинная береза. Раньше люди в нем, наверное, карасей ловили и белье полоскали. А сейчас все в упадке. Идем в другой дом. Вот дом стоит. Сарай упал. Вот такой домик с красивыми наличниками. Даже, смотрите, ветеран, наверное, жил. Здесь звезда на доме. Великой Отечественной войны. Вот такой добротный подпол. Основа печки русской стоит. Вход в дом. Раньше стояло две двери. Такие двери называются распашные лесенка. Крыльцо. Старинная детская кроватка. Деревянная. Дверь уронили. Это выход на двор. Двор весь упал. Крыша завалилась. У коромысла люди за водой ходили. А сюда, ой, падает. Ведро вешали. Какая горка стоит красивая, старинная. В старинные времена в ней посуду хранили. Кузнецовский фарфор в нее ставили. Подойдем к нему поближе. Вот это красавец. Вот здесь полочка выдвигалась. Сейчас ты, конечно, ее не выдвинешь. Наверное, да. А так. Делали из чистого дерева. Стенки-то какой толщины. Красивые ручки. На горке ручки по форме интересные. Похоже, сделаны из металла. Ракушку чем-то напоминают. Это тоже куда-то дверь. А здесь огромный сундук. И лестница на чердак. А это керосиновую лампу вешали. Туда вставляли, и она висела, освещала дом. Когда света не было. Дверь в дом открыта. Во всех домах печки русские. Ой, стекло тут под ногами. Дверка чугунная. С рисунком. Но рисунок плохо видно. Вся заржавела уже. Здесь вещи. От керосиновой лампы стекло. А там на печке грелись. Забыла, как я вот эти штуки там называю. Это кухонка. Чайники стоят. Клеймо не прочитать. Черные, они мытые. Потолок шелушится. А этот дом покинули в 2010 году. Календарь висит. А это вот какая красота. Это сделано из корней сосны. Буржуйчка была выложена. Диваны старинные. Комод советских времен. Баночки металлические, жестяные. Какая красивая, с цветочками. Даже крышечка тоже с цветами. Вот так закрывалась. Люстры уже упали. Сервантик стоит. Красавец. Времен СССР. Здесь же так же вот посуда. Давайте посмотрим, что тут такого интересного. Такая вот оранжевая. Такая же. Вот такая тарелочка с розами. Вот они, несколько тут. Это, наверное, под сахар было. Ой, конфетница такая красивая, с виноградной лозой. Сковородка, держатель. Здесь тоже тарелки. И шифонер с вещами. Винтики. А на столе конверт. Кремлевские часы. 1 мая с праздником. Раньше на парад мы ходили. Хорошие были времена. Открытка с Новым годом. Дед Мороз. Как раз скоро Новый год. Вот такой конверт, красивый, с цветами. На нем марки наклеены. 1992 год. А это фотооткрытка. Ленинград. Исаакиевский собор. 1818 и 1858 год. Цена 3 копейки. Конверт с Новым годом. А раньше, помните, коробок спичек стоил 1 копейка. Вот в такие времена мы жили с СССР. Здесь еще куча конвертов. Опять с Новым годом. И конверт Мир Труд. Красный флаг. Наше знамя было при СССР. А это комплекс листовок. Киев. Представляете, Киев. Открытки фотографий. То есть Киева. Надо их забрать. на лыжах вереницей. А здесь жизнь Иисуса Христа. Книга, смотрите, Распутин и евреи. 1991 год. Вот такая карта лежала на столе Звездного Неба. Сколько звезд у нас на небе много. А внизу руководство. Обращение с подвижной картой Звездного Неба. Хотела вам еще показать на конверте марку Венера 13, Венера 14. Почта СССР, 1982 год. 10 копеек. И вот эту хотела показать вам с открытками. Киев. Цена 52 копейки. Киев, 1961 год. И открыточки еще вам покажу. Вот такой храм. Сзади написано Площадь Богдана Хмельницкого. Цена 2 копейки. Кстати, здесь написано на украинском языке, на русском языке и еще на других языках. Памятники, которые сейчас носит украинское правительство. Памятник герою Великой Отечественной войны Ватутину. Вот еще памятник Тарасу Шевченко. Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Как время поменялось. Раньше они стояли. И вот такой памятник. Все не буду показывать. Памятник Богдану Хмельницкому. А здесь написано Киев. Комплект открыток на украинском, русском, английском, французском и немецких языках. Ну и вот про книжечку я вам хочу показать. Это Распутин и евреи. Распутин и евреи. Часть первая. Воспоминания личного секретаря Григория Распутина. 1991 год. Как я попал к царскому двору. Надо тоже ее взять, почитать. Интересно ведь. Это наша история. Первая встреча с Распутиным и придворными. Старец. В это время, в 1905 году, появился при царском дворе Григорий Распутин. Покушение на наследника. Вот тут все написано. Еврейский вопрос. Ну вот такая книга интересная про Распутина. Так что я ее заберу. Почетная грамота. Портрет Владимира Ильича Ленина. Первая производительная сила всего человечества есть рабочий и трудящийся класс Владимир Ильич Ленин. Награждается Суворов Николай Александрович, пастух колхоза имени 9 января, победитель районного социалистического соревнования за увеличение производства и продажи государству продуктов животноводства 1986 года. Сдал 1991 килограмм молока. Поднимаюсь я на чердак. Что происходит здесь холодными зимними вечерами и ночами? Ой, мыши, наверное, бегают по дому или треск падающих, гниющих бревен. Посмотрим, что на чердаке есть интересного из старинных. Не всегда ткацкие станки держали. Вот тоже прялки. Большие. Какая огромная прялка. Очень огромная. И вот. И вот прялка. А это даже не знаю, что это такое. нитки проходили. Красота. А вот от ткацкого станка пришла. Сюда нити наматывали и потом подавался он на ткацкий станок старинный. Я изучала, мне интересно было. А вот сам ткацкий станок полностью стоит. Можно вот так вот взять и собрать его и ткать научиться. Только от снега надо в сторонку отложить. Может кому-то иди надо. Такие узоры колеса сделаны. И сама эта какая красавица. А это все запчасти от ткацкого станка. на чердаке конечно надо аккуратно ходить, чтобы не провалиться. Я вам говорила. Это старинная колотушка для обмолота льна. такие штучки мне нравятся. Детская гармошка была. большой чердак тетрадки, контурные карты 1972 и подложка лежит. Такая рама огромная. Просто очень огромная. Какую-то картину в ней держали. Обувь наверное времен СССР. Труба от печки. Подложка похожа из опилок. Или что это такое? Мне кажется это опилки. И здесь тоже кругом валенки и тетради. Газета лежит. Новое время. Цена 2 копейки. 28 апреля 1931 год. Что это такое? Что железное какое-то устройство было? В карманах ничего нет. Да. Карманы пустые. Подложка можно с металлоискателем ходить. Может что-то в ней лежит. Металлоискателем я не брала. Поэтому хожу только просто смотрю. Снимаю. Тоже видите клинки везде валяются. Разбитые. Так мы идем в следующий дом. иду вдоль деревни. Этот дом все уже рухнул. Крыша рухнула. Только наличники красивые остались. Резные такие узорами как короны. Порой встречаются гнилые брошенные дома, которые стоят без хозяина уже много-много лет и даже десятилетий. Вот такие красавицы. смотрите здесь еще огромный пруд. Вообще большой необъятный. Камыши даже растут. А на той стороне тоже два дома брошены. еще крыши вроде стоят. Смотрите какое прудище. Не пруд, а прудище. Даже в камеру не входит. И камыши растут. Огромный пруд. Вот это да. Я таких и не видела в деревне. А на той стороне такая сосенка красивая растет возле дома. А потом эта деревня вся зарастет и будет здесь лес. Как больно приехав в деревню увидеть заброшенный дом. Пустой палисадник под тенью, сирени разросшейся в нем, калитка и двери косые. Вдруг скрипнет, а в голосе дрожь. Покосы когда-то пустые, теперь заросли, не пройдешь. От красной звезды у крылечка осталась лишь четкая грань. Потухла она как сердечко, отдав своей родине дань. Стоят обветшалые хаты с пустыми глазницами рам и шепчут «Вы стали богаты?» забыв путь дороженьку к нам. «Музы» «Музы» «Музы»